Уже несколько лет Даниил занимается военно-патриотическом клубе. Сейчас на нем защитный костюм. Юнормеец надевает его быстро. Мы еще неспокойное время и каждый человек, считаю, должен уметь абсолютно все это делать, так как может произойти все что угодно. И лучше быть подготовленным к этому, нежели ничего не уметь. В архитектурно-строительном колледже два ВПК. Юнормейскому пара лет, а русским витязям полвека. Их бойцы учатся рукопашному бою и оказанию первой помощи, изучают историю России и оружия. В этом году не раз помогали грузить гуманитарную помощь для участников спецопераций и мобилизованных. Все гуманитарная помощь, которая прошла на республике Донбасс и Луганскую через Алтайский край, она прошла через руки наших студентов. Пока одни изучают оружие, другие, в основном девушки, после занятий плетут маскировочные сети для военных. Депутат Госдумы Александр Прокопьев пришел познакомиться с волонтерами. Дроны разведывают обстановку, находят танки, и через 10 минут происходит бомбардировка, соответственно. Круг говоря, такую работу мы спасаем жизни людей. Душа, 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 дуй! Наш консингент, наши студенты, это две трети, это юноши, важно, чтобы, уходя в армию, они были психологически, физически готовы, нравственно готовы. И, конечно же, это вопрос непраздный, мы это понимаем, а тем более в сегодняшних наших условиях. Это становится не просто какая-то дань моды, а наоборот потребность. Идея создать единый центр допризывной подготовки появилась после того, как студенты других колледжей стали приходить на занятия вместе с друзьями. Архитектурно-строительный колледж предлагает создать на своей площадке единый центр допризывной подготовки всех учащихся в среднеспециальных учебных заведениях. И это действительно интересная и своевременная идея. Здесь есть хорошая база, здесь огромный опыт и здесь, самое главное, есть люди, которые могут это осуществить. Для создания единого центра допризывной подготовки в колледже есть все, что необходимо, кроме официального статуса и финансирования. Вместе с депутатом преподаватели колледжа обсудили аргументы в пользу этого проекта, ведь целесообразность есть. Анастасия Дороган, Алексей Фризин, День с толком.